И вот я новые аккумуляторы, Ашановские, на 2500 мАч, решил потестировать. Так же самое, как и китайские аккумуляторы. Я их купил, и вот сразу вскрыл, и решил прогнать два цикла. Сейчас я их полностью разрядил, и сейчас будет идти полная зарядка. Когда зарядится, посмотрим. Сейчас будет первый цикл зарядки. Итак, выставляем режим. Просто зарядка. На 1000 мАч каждый аккумулятор. Всё, пошла зарядка. Ну что ж, ждём результатов, когда зарядится. Ну вот так мы зарядились. На 2500, которые Ашановские, уже заряжены. Сейчас смотрим, сколько в результате получилось. Ну, в среднем 2800 получилось. Это на заряд. Теперь пробуем полный разряд. Сколько они покажут. Меняем слоты. Точнее, все выбираем. Меняем на разряд. И всё. Смотрим, сколько на разряд дадут. Всё. Разряд начался. И вот аккумуляторы разрядились уже после зарядки. Сейчас смотрим. 2700 в среднем. Ну, весьма неплохие показатели. 2700. Это первый разряд с замером ёмкости. Был заряд. Это разряд. Сейчас опять поставлю на зарядку. И потом ещё будет один разряд. Посмотрим. Вроде бы, вроде бы очень даже неплохо. Заявлено 2500, а оно тянет 2700. Это прилично. Это приличнее, чем китайские аккумуляторы чаще всего. Неужели есть смысл? Ашановские даже покупать. Удивили. Приятно удивили. Я думал, будет как с дешёвыми китайскими аккумами. Не очень. А на самом деле, вот получается. Вот сейчас по нулям. То есть, они разряжены полностью. Ну, и сейчас ставим на полную зарядку. Вот. Всё. На 1000 они будут сейчас заряжаться. Второй раз. И вот аккумуляторы уже зарядились. Последний раз. Уже, в принципе, можно точно сказать, что они вот на заряде взяли, ну, в среднем, чуть с уменьшением, да, 2700. В общем, 2700. Ну, в общем, где-то 2700 на заряд, на разряд. Ну, больше, чем заявлено. Это похвально. Это больше, чем китайские обычно выдают аккумуляторы. Очень похвально. Я удивлён результатом. Ашановские аккумуляторы рулят-таки. «Ашановские аккумуляторы». Продолжение следует...